Мы всё проебали, 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 проебали Алло? Алло, Инна Константиновна? Да-да Добрый вечер Здравствуйте Вас беспокоит анонимус Кто? Вас беспокоит анонимус Кто это? Анонимус, как говорится Это анонимус, но это шелупон из интернета Ну, я звоню по поводу Никиты Хотел с вами Я звоню вам по поводу Я вас слушаю Да, да, хотел с вами поговорить Разобраться Мне кажется, вы с ним крайне несправедливы И нужно восстановить Паритет, статус-кво Как вы считаете? Это не Дима? Это не Дима, случайно? Нет, меня зовут Сергей Позняков Я вам звоню из Украины Я вчера связывался с мамой Никиты Тоже с ней проводил беседу Слушаю вас Да, хотел с вами поговорить Могу я поинтересоваться В каком вы возрасте? Мне 23 года, у меня есть высшее образование Так, ну я вас слушаю, что вы хотите? Я хотел разобрать Немножечко ваши слова И, значит, побороть несправедливость Вы говорили, что Никиту должны посадить в тюрьму За его непатриотичные чувства Да, я так и сейчас так думаю А вы служили в армии или нет? Нет, я в армии не служил И, надеюсь, не буду служить А почему Никита должен идти И сам себя калечить? Я этого не понимаю Нет, он не должен сам себя калечить Действительно так Вы имеете высшее образование Мне бы хотелось, чтобы мой внук Тоже имел высшее образование Но вот, к сожалению, он не учится У него очень светлая голова Он сам как бы упустил эту возможность Получить образование Возможно и не пойти в армию Но сейчас у него нет другого выбора, понимаете? Ну вот смотрите, у меня есть высшее образование Вчера Наталья Николаевна тоже рассказывала Я после института год искал работу То есть я проходил, ходил Ну, к примеру, был и в центре занятости И просто по знакомым искал работу Но если у меня нет хороших знакомых Которые действительно хотят Допустим, видеть меня на какой-то должности На работу, я не устроюсь И я думаю, в России точно так же все действует Поэтому азиатские... В России тоже устроиться сложно Я не знаю ваших способностей Но я считаю, что у Никиты очень светлая голова И то, чем он сейчас занимается Он смог бы заниматься всегда Во всяком случае, он мог бы иметь какие-то Даже не какие-то, а хорошие деньги Потому что не знаю, как у вас, Украине Там не была сейчас Была очень давно И только, так можно сказать, на экскурсии Была еще в советские времена Я думаю, что и у вас так же и здесь Без знакомства не устроишься Но когда есть мозги И когда есть... Во всяком случае, диплом никогда не отменяли Понимаете? Во-первых, он дает знания Они у него есть Но вот сейчас он уже... Он сам понимает, что немножко их не хватает Этих знаний Если бы он имел диплом То я считаю, что то, чем он сейчас занимается Он всегда бы мог этим заниматься Но он мог не ходить в армию Я почему говорю ему об армии? Только потому, что Если он не пойдет в армию В смысле, если он не учится То его все равно заберут в армию То тогда для того, чтобы Быть спокойным Ну, хотя бы отслужить Пока это год Потому что разговоры Когда-то закончатся Когда-то служили И два года, и три года Могут прибавить этот срок И до 27 лет Где это можно скитаться? Но ведь у него зрение минус 6 Как его могут взять в армию? Он сам говорил Его мама говорила Что здоровье им слабо Здоровье им слабо? Ну, это как посмотрит Медицинская комиссия Понимаете? А он там Понятно, конечно Тоже очень не хотелось Я думала, что он Закончит школу хорошо Вот что с ним произошло? Он в прошлом году Практически не учился Он Я не знаю, насколько вы там Осведомлены Он в прошлом году В прошлом Позапрошлым году С девятого класса Там делал какие-то проекты Занимал места По Москве По России Понимаете? Вы это знаете? Да, да, да Мне Наталья Николаевна Вчера говорила Понимаете? Ну, вот Сами-то вы Вот так, если как говорится честно Положа руку на сердце Что вот такой человек Будет пропадать Никто же его не засылает В армию Разговор шел о том Чтобы он учился Это было для него Не так сложно Он мог закончить институт А там уже было бы видно И тогда уже можно было Как-то искать какую-то работу Я думаю, что мог он не найти Для того, чтобы не идти в армию Просто от того, что у него выхода сейчас нет Просто смотрите Что конкретно возмутило наше сообщество В том, что вы Если ты не любишь свою родину Если ты не патриот Тебя должны посадить Вот за твои эти взгляды За то, что Никита просто не хочет умирать За чьи-то нефтяные интересы Вот, что возмутило Я его бабушка Неужели я его на смерть пошлю, а? Как вы считаете? По вашим словам, которые я слышал Мне показалось, что именно так Ну нет, не так Я говорю, у него выхода нету Все равно ведь надо служить Я ему предлагала Пойти Пройти медицинскую комиссию Возможно, его не возьмут по зрению Что-то будет лишено Все равно Ведь сама, я ему сказала Сама собой ситуация не рассосется Конечно, конечно Числят из института И все равно надо идти туда А вы что, предлагаете ему Девять лет где-то спитаться? Где он будет? Не работать Он не сможет никуда устроиться работать Нет, конечно Просто у вас стереотипные такие взгляды То есть, как вы уже там сказали Без бумажки ты букашка В принципе, сейчас образование не нужно Ни в Украине, ни в России Если ты грамотный специалист К примеру, я так понял Размышляя Я не поскорю Я не поскорю Потому что у нас здесь, во всяком случае Даже если найдешь хорошую работу Тебя не возьмут Ну вот где-то если Вот так, как он сейчас пристроился Или устроился, пристроился Как бы, ну, нелегально, можно сказать Ведь, наверное, все равно нужна трудовая книжка Я не уверена, что вы мне дадите стопроцентную гарантию Что в то время, когда он доработает Будем так говорить До пенсии Не нужна будет трудовая книжка Или пенсия не будет Никто не знает Все живут одним сегодняшним днем Я такого не слышала У меня много всяких знакомых У которых дети, да, даже закончили МГУ Не могут это Совсем хорошо устроиться Но все же люди работают А вот от унеядцем быть Я, например, этого не поддерживаю А мне еще кажется, вы очень предвзято относитесь К другу Никиты Денису Как я отношусь к нему? Предвзято Предвзято? Нет Я предвзято к нему не отношусь Просто Я думаю, что он человек взрослый И мог бы как-то его направить Все же для того, чтобы он учился Вот мне хотелось бы это Я и Никите говорила Что поговори с Денисом Вот, ну, когда ты сможешь там в каникулы Когда-то, пожалуйста, ты можешь Денису помочь Ну, вот сейчас-то Денис, я не знаю По-моему, он там закончил Или не закончил образование Но у него хоть что-то может есть Потом Денис уже, как бы Он огражден от того Его же не возьмут в армию Дениса Это совсем в другом положении Никита говорил Что Денис не закончил Что он просто там играет где-то на барабанах И пригласил Никиту Он сейчас такое тоже говорил Изначально он говорил Что у него юридическое образование Я как раз ему говорила Что я не возражала бы Если бы ты вот сейчас Занимался такой работой Которой ты занимаешься За которой ты не получаешь деньги Но дело даже не в деньгах В данный момент Я говорю, что вот Если бы ты, имея вот бумажку такую И вот так попытался себя искать Вот здесь поработал Там поработал Понял бы, что без денег жить нельзя И что-то искал бы тогда уже реальное И я ему сказала Если он вам все передавал, Никита Вот он должен был вам это сказать Возможно, я не против Я была бы не против Если бы это было так Но ведь он не имеет образования Годы идут У него никого нет У него родители только И я Родители не совсем молодые Мало ли что может случиться Я не смогу ему помочь Родителей у него Тоже с неба звезд не хватает Хотя тоже имеет образование Отец у него имеет И высшее образование Закончил аспирантуру И мама имеет высшее образование Они с неба звезд не хватают Но тем не менее Они все же уверенно стоят на ногах И я хотела бы, чтобы он тоже так же Стоял на ногах А не так вот так Возможно, я не прав Но мне кажется, вы мыслите С советскими стереотипами То есть, если у человека Есть высшее образование Он стоит чуть-чуть выше На социальной лестнице И он гарантированно Ну, можно так сказать Получит какую-нибудь работу Немножко выше, чем другие Но в реальности Оказывается, немножко все по-другому Вот я вам привел Несколько примеров Идея фикс О высшем образовании Обязательно оно необходимо Чтобы чего-то добиться в жизни Но, опять же Если Никита хочет стать Высококлассным Например, специалистом Звукорежиссером Кем он хочет стать То высшее образование Ему абсолютно не надо У многих миллионеров У многих успешных людей Нет высшего образования Я понимаю Хорошо, у него нет образования Но Никита сейчас Вот для того, чтобы ему Спастись от армии Я не хочу, чтобы он шел в армию Я сейчас уже рыдаю Понимаете? Я посмотрела вот Как там служат Это ужасно Я понимаю, что для меня Этот год будет как 10 Если Никита пойдет в армию То в тот день, когда я умру Можно еще смело считать Что я еще бы десяток лет прожила Что мне будет это стоить Но у него безвыходное положение У Никита-то Безвыходное Понятно Что он должен делать Если вы как-то сумели Спрятались Или как-то у вас там можно Я не знаю Как его прятать Его прятать Я его прятать не собираюсь Я такими противозаконными вещами Не хочу заниматься Не хочу своего внука этому учить Значит, придется идти Служить в армию Это ужасно Все равно он собирался учиться 4 года Вот это учился бы А тогда уже можно было О чем-то думать Как-то прятаться Или куда-то пытаться устроиться Чтобы вы где-то Его не взяли Или чего-то Я не знаю даже Но во всяком случае Пока у него Вот такая задача Если вы действительно Закончили высшее образование Вы с другой позиции Смотрите У вас есть бумажка какая-то И вы вот теперь Как говорится Такую демагогию разводите Что вот вы Имеете высшее образование Ну и что? Оно ничего не дает Ну значит Я сижу дома И все Я сижу дома И все Меня никто не ждет Я никому не нужен абсолютно Оно не надо Я не понимаю Я не понимаю Как вы живете Меня вот это пугает Может быть у меня Старая закалка Но я считаю Все мои знакомые И вот Круг знакомых Какой у меня есть У всех Внуки Внучки Все закончили Я говорю Никто не хватает С неба звезд Но люди все же Твердо стоят На ногах И не страшно Родителям Когда дети Останутся одни А здесь тоже Если бы Он был настолько Посредственный Такой Что можно было бы Ну все равно Как бы И в институт Не попал Ни что делать Вот тогда можно было Может что-нибудь там Прятаться Или как-то Но у него светлая голова Придет в такое время Когда он пожалеет О том Что он не закончил институт Мне просто стыдно Своим знакомым сказать Я ему сказала Он считает Что это Эгоизм мой Но это не мой эгоизм Мне просто стыдно Потому что Его все знают С хорошей стороны И чтобы человек Наступив Вообще не ходил туда Это милепость Никита до этого Говорил Что он Не занимается Ну к примеру Спортом Или Еще Ну еще Такими физическими Нагрузками Потому что При малейшем давлении У него может Отсвоить Сетчатка глаза Например Как его могут взять В армию Если в армию Автомат Просто не сможет Поднять И у него там Инсульт бахнет И все И капец Вот поэтому Я Никите Предложила Войти В военкомат Для того Чтобы Может быть Его и не возьмут И вопрос будет Решен сам собой Я ему тогда сказала Тогда Не возьмут Решай Решай Как ты Считаешь Нужным Хочешь Не учиться Не учить Но ты К этому Вернешься Гудешь 25 лет Пойдешь Учить Это он Вам не сказал Что я ему сказала Тогда у тебя Будет выбор Сейчас выбора Нет Все равно Надо Струсиную Политику Занимать Нельзя Нельзя же Голову Прятать в песок И все равно Надо решать Проблемы Значит Надо Попытаться Возьму Плавный Значит Надо идти Вот как я ему Сказала У меня просто Выбора Никто не думал И не хотел Чтобы он шел в армию Никита говорит Что его заставят На медкомиссии И если он пойдет То подпишет бумагу По которой Они Будут за ним бегать Это он так говорил Никита не так Я не знаю Я не могу точно сказать А Никита Я думаю Что еще меньше знает Кто за ним будет бегать Но это неизбежно Я ему сказал Что придут ночью К тебе Но заберут Ты этого ждешь Раз столько было Поведено Он говорил Что так было у Дениса Станут Он 95-го года рождения Рождаемость маленькая Недобор Все равно придут Только я ему сказала Что зашлют тебя туда Куда Макар Черят не гонял Если Сейчас допустим Ты пойдешь куда-то Может быть Тебя далеко Не отправят Я ему даже обещала Что я его провожу Приеду даже на присягу Если возьмут Не возьмут Я буду счастлива И он будет решать сам Заканчивать ему институт Или забирать Эти самые Документы свои И как он будет жить Это уже будет его дело Хочет он будет продолжать Так работать Хочет что Я ему сказала И я Все же думаю Что он все равно Дорастет до того Что он захочет Окончить институт Но он потеряет Годы молодости своей Просто так Как-то и все У Никиты нет выхода Понимаете Нет выхода Быть дезертиром За это его посадят И все Я ему ничего не желаю Неужели он считает Что я хочу Чтобы его посадили Или чтобы Он именно пошел В армию Он сам сделал Такой выбор Из этой ситуации Все равно нужно Как-то выходить Выхода другого нет Значит надо Этот город Диев узел Надо как-то Развязать Для этого надо Что-то решить Значит надо пойти В военкомат Не возьмут его Я вот ему сказала Тогда ты решаешь сам Забирай где документы Где хочешь работы Работай так Что сначала работаешь Потом через год Деньги получаешь Попробуй так пожить Вы сказали Вы сказали Что Никиту посадят На 15 лет На 15 Я такого не говорил Такого нет До двух лет дают А этого достаточно будет Два года прожить на свободе Или два года Прожить в тюрьме А начинать Жизнь с тюрьмы Это уже не человек Понятно Наверное тюрьма Еще и хуже Чем армия А еще Наталья Николаевна Поэтому я ему и сказала Что лучше Решить этот вопрос Может быть его и не возьмут А возьмут куда Один что Его образ жизни То есть там Аниме к примеру Он смотрит аниме И все И никуда не выходит на улицу Почему вы так негативно Относитесь К этим мультикам Потому что надо на улицу Уходить и иметь друзей А зачем Друзей таких Как зачем А у вас тоже нет друзей Ну если честно У меня немного друзей Потому что Все они в принципе Быдло Я согласна с вами Но какой-то один должен быть Друг там Или приятель какой-то Такой С которым можно было Курат пойти А это что Что за жизнь Жизнь проходит Сидеть там с аниме Или что-то такое Зачем это Я не понимаю Можно этим заниматься Но не только этим Когда человек вообще сидит Тупо дома И не ходит Вообще никуда Ну почему же У меня лучшие друзья Аниме Аниме Мой лучший друг Аниме Не заставляет меня Пить водку Аниме Не заставляет меня Грабить Женщин пожилых Аниме Не заставляет Никого меня убивать Вот А его как раз Вот он сейчас Я вообще никогда Даже у меня в голове Не могла уложиться Что он сейчас Вот как мама говорит А я видела Что он курит И пьет Я голову на сечение давала И Никита Никогда этого делать не будет Но ведь Его не аниме Побудило этим заниматься Я не Нет Я одно с другим Не связываю Ну в общем Я говорю что Ну мы так с вами Можем очень долго говорить Я вам свою позицию Сказала Что я вам еще могу сказать Нет И вместо того Чтобы если вы действительно В таком возрасте Повлияли бы на него И сказали бы Что Никита Все равно эту проблему Нужно решать Решать по другому Ее нельзя Ваше предложение Я не знаю Там Если он не хочет В Армян Что должен Пойти На Красной площади Тебя поджить Что ли Я не понимаю Если он не хочет В Армию идти Или что он должен Сделаться Ну что можно Надо идти в Армию Если ты не хочешь Учиться Вот и сделай выбор Вот и от него Только вот это зависит Я не хочу Чтобы он шел в Армию Я хочу Чтобы он учился Вот вы говорите По поводу друзей И нужно с людьми Общаться Но ведь Никита правда говорит Что в основном Все люди 95% Это быдло Вот как вы можете Так аргументировать Слушайте Я не хочу Это даже комментировать Я так не думаю Поэтому что я буду Говорить Я тоже самое Никите говорила Что надо Не вся тогда Больше смотреть Если все Кругом быдло А почему А почему вы так негативно Относитесь К анонимусам И тем людям В интернете Называйте нас Шелупонью Просто интересно Я не помню Такого Что бы я называла Вы говорили Я это слышал В записи Что мы Плохо влияем На Никиту То есть Наше интернет Сообщество Я может быть В порыве Что-то и сказала Не знаю Но во всяком случае Я могу и сейчас Сказать Что Никита Достоин лучшего Я не знаю Почему он так опустился И вообще Вот что-то такое Записывает Передает А вы потом Нечего Звоните Вы знаете Сколько мне лет Да И вы меня собираетесь Учить А вам 24 года Мне 24 Я наверное Жизнь прожила И я хочу сказать Что для своего внука Наверное Я ничего плохого Не желаю Кроме хорошего Такой ночью Я хочу Чтобы вы По возможности Никите Голову не туманили А может быть Наоборот Вот сказали Если вы имеете Высшее образование Предложили бы Ему все же закончить Хорошо Хорошо Я попробую Но ничего Не могу обещать Алло Алло Наталья Николаевна Да Доброй ночи Здравствуйте Вас беспокоит Анонимус Я не хочу С вами разговаривать Вы очень Справедливы Не учите Курицу Яйцу Курицу Яйцу Яйцу